Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. К предыдущему году 42%. Полеты субсидируются за счет регионального и федерального бюджетов. Благодаря этому пассажиры оплачивают половину стоимости билетов. Программа Экономика. 300 миллионов рублей налогов платит Пирелли. Об этом президенту ВТПП Николаю Липатникову, посетившему предприятие, рассказал его директор Михаил Чувакин. По его словам, за последние лет компания Пирелли инвестировала в Кировский шинный завод порядка 100 миллионов евро. Все эти средства пошли на модернизацию производства. При этом Чувакин пожаловался на постоянные проверки предприятия со стороны надзорных органов. Липатников на это ответил, что задача государства и ВТПП поддерживать предприятия, которые развивают производство и занимаются меценатством. Напомню, что на Кировском шинном заводе итальянская компания реализует инвестпроект стоимостью порядка 4 миллиардов рублей. Он на уровне региона включен в число приоритетных, поэтому предприятие пользуется льготами по налогу на имущество. Экономика. На 101 ФМ. Кировские предприниматели не видят выгоды в оплате путевок сотрудникам. Это выяснили бизнес-новости в Кирове, опросив руководителей ряда организаций. Гендиректор компании «Маркетинг-бюро» Центральный офис Анатолий Казьминых считает, что для бизнеса сейчас актуальное снижение ставок по кредитам и участие в программах импортозамещения, а не нулевые налоги на путевки по России ценой до 50 тысяч рублей. Директор торгового дома «Лонда» Валерий Федяев говорит, что бизнес принудили не укрупняться и работать по упрощенной системе налогообложения, поэтому он и так не платит налог на прибыль. Экономика. Валюты накануне продолжили рост. Доллар поднялся до 63,50. Евро снова дороже 70 рублей. Курс на сегодня 70,21. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.